так друзья здравствуйте вашему вниманию новый мерч компания лям и черный из белая ссылка в описании ролика на магазин вазон надписи разные тоже есть размеры тоже разные есть на мне excel вот так вот это выглядит это мне больше нравится чем были до этого те были тоже особенно интересные по особенно но они были несколько раз дороже эта история сильно бюджетнее но ни в коем случае не повлияло на качество они такие более консервативные лаконичные но процесс деколлекторизации с помощью вот этого друзья аксессуара они предметы одежды будет ему с помощью вас то приобретет это все продвигаться еще активнее и быстрее ну в общем и также я приветствую всех наших барских подписчиков бусти максим список спасибо нашим преданным подписчикам на бусти ссылка на эксклюзивный контент в описании у нас есть бусти там очень много всего интересного а вот именно такое что вы не увидите здесь вообще нигде там любовь там интим там практически секс дайте нам секс на бусти присоединяйтесь но не бойтесь он безопасно добрый день сергей николаев да партнерский колл-центрик прибан кутер нам будет выслушать буквально 30 секунд ваше время чего выслушать не вкратце знакомить условиями банка по открытию расчетного счета для вашего это не более 30 секунд и на туда будет еще заказывал звонок еще здесь у вас письменное согласие у вас есть письменное согласие от меня на звонки рекламного характера у вас есть письменное согласие от меня на звонки мне рекламного характера закон о рекламе 18-я статья, бинт возьми, клюв забинтуй и слушай собеседника, овца, блядь, педальная, нахуй, слышишь ты, блядь, 30 секунд тебе, блядь, осталось, блядь, думать, охуевшее мразотище, блядь, сказал, пошла в жопу отсюда, блядь, работенку себе нашла, блядь, красавишна, блядь, ебать его в спину, а именно так, я считаю, вот это вот, а вы кто-нибудь, друзья, пробовали открывать счет, господи, открывать юрлицо или ИП, одолеют, и закон не писан, и вот эти дуры сидят, дуры в буквальном смысле в этих колл-центрах, зачем они туда идут, из-за отсутствия мозга, потому что ничего другого больше не могут, готовы терпеть все, что угодно, так пускай терпят, Алло Кто это? Здравствуйте Это кто? Меня зовут Самсонова Елена Юрьевна, ведется запись разговора Да, пускай все ведется А мне? А мне? Вы? Мы? Кто мы-то? Кому ты обращаешься? Я один здесь, нахуй! Хотела спросить, вы что чувствуете? Кого? Почему вы перебиваете, не даете мне сказать, что? Что чувствую? До свидания Чувствую, говорит Почему? А почему ты звонишь людям и считаешь, что они тебя должны, блядь, слушать, не перебивая, блядь? Алло Алло О Здравствуйте Здрасьте Забор покрасьте Кто это? Дмитрий Александрович Это вы? Да, мое второе имя Хам Это ПКО МБА финансов У вас одно, не второе, а одно единственное имя. Идиотки, блядь. Хуячат по хуе, блядь. И сразу показали, как не относятся, блядь. Хуячат, блядь. Что-то там криктишь, блядь. Сейчас будет спрашивать. Сейчас начнут говорить, когда, чего, блядь. Конечно, слышишь ты, блядь. Конечно, поступит. Если отсосешь, приедет. Давай, да. Конечно, коллектора, блядь. Приедут, отсосут и заработают, блядь. По 382, блядь. Прям табличку в руках будет держать и сосать, блядь. ЛЕЖАТЬ ПЛЮС СОСАТЬ! С табличкой. С табличкой. С табличкой. По прикинье умышленное уклонение... Да, еще что придумаешь, блядь. Чтоб страшнее мне стало, блядь, умышленное уклонение. Отказ такой. Вот она придумала и зафиксировала заодно. О! Алло! Алло! Здрасьте! Здрасьте! Вам могу учитывать? Ударение неправильно ставите на фамилию. А вы кто такие? Ну, в электронном виде ударение не ставится, да, так все. Компания Покалом Басинал, если она разговаривает... Электронная видимость. Что за, блядь, что... Что... Вообще, что это было такое? В электронном виде ударение ставится? Вы что вообще не несете... Ну, не ставится так ударение. А при чем здесь электронный вид? Какой электронный вид? Вы не пытаетесь казаться, блядь, какими-то заумными, блядь. А будьте теми, кто вы есть тупыми коллекторами. Продолжайте. И вам нормально это идет. Вас любят такими. Главное быть самими-самими и показывать себя только с лучшей стороны. Вы другими все равно не сможете быть? Я могу я сидеть, Кирилл, Дмитриевич? Я ей говорю тупыми коллекторами. Она соответствует. Да, можешь. Можешь, можешь. Можешь. Можешь, пиздец. А? Да, пиздец. С трудом я чувствую, но верно. Получилось у тебя верно, ты понимаешь, да? Что получилось верно? Частью мозга. Частью мозга пользоваться у тебя получилось. Частью мозга получилось тебе пользоваться. Умничка. Закрепляй, блядь. Ну, так будет, я точнее, сам или я? Зачем тебе? Зачем тебе? Да нахера забей. Нормально все и так. Что ты хотела? Ударение, не ударение? Зачем мы вам по поводу вашего долга перед микрофинансовой компанией «Займер». Нет, нет, нет. Знаешь, как хочется сказать? Не пиздика ты, гвоздика. Нет такой необходимости у меня. Вот нет ее просто. А ты говоришь, что необходимо. Может, у кого-то другого есть такая необходимость. У тебя там в том числе. Тебе хочется, чтобы кто-то что-то заплатил. Ты там какую-то малмальскую копеечку там срубишь. Ну, у меня нет необходимости. Ну, вот вы же оформляете займ в январе месяце. У вас была необходимость. Ну, тогда, конечно, я все делаю на фоне собственной необходимости. Но вот сейчас отдавать бабок таких необходимостей я не ощущаю. Какие трудности? Я просто необходимости не чувствую. А делаю в этой жизни только то, что необходимо мне или никому-то. Может, вы понимаете, что вы в любом случае вернете средства. Да что за хуйня такая? Что вы несете? Что вы несете вообще? Может, шишка, блядь, станет? Возбудимся, блядь. Чего, блядь? А что несете? Вообще, охуеть. Что? Кто вам это сказал? Вот этот про ни в коем случае, блядь. Вот точнее, про любом случае. Вот я говорю правильно. Вот оговорка по Фреду. Ни в коем случае, блядь. Тоже пиздатая поговорочка такая. Расхожее народное выражение. Ни в коем случае, блядь. Сколько? Вот и блядь. Накули, блядь. Народ ходит вообще, блядь. Блядь, эти займы понабрали и улыбаются ходят, блядь. Кто банкротится, кто просто забьет и все. Расхожел банк, Кирилл Евгеньевич. Ну? Получается, 3 тысячи на сегодня сидим. То есть, оплатить сейчас вы для себя. Экономите 3 тысячи. Ебанешься, блядь. А если я не заплачу ничего, сколько я экономлю, блядь. Ну, так это же в ваших больных головушках это же будет происходить, это увеличение. Не в моей же. Я же говорю, тупая. Ее уже, блядь, как только не сказали, что она тупая. Она продолжает взыскивать, она думает. Она взыскательница, ебать. Она в МБА финансы пришла работать. Она, блядь, бога за бороду ухватила. Она коллектор. Ее все, вроде как, она думает, должны бояться. А на самом деле там только блохи тебя боятся. Потому что знают, когда ты на работу приходишь, потеть начинаешь. Потому что у тебя, блядь, течется всех, блядь, промежности. И блох смываешь своих, блядь. Да что ты вот опять вот не пиздика, ты гвоздика. Я очень хочу. Чтобы кто-то приехал, блядь. Чтобы получать. Доходы, расходы, блядь. Ну, доходы. Мои доходы, мои расходы. Ты нос свой не суй, блядь. Любопытную Варвару на базаре изнасиловали. Слышала такая? А? Ну и все. Идите в суде, отставите свои права. Рассчитайте, что незаконны, блядь. В любом случае все отдам. Ты же сказал. Охуя ты вот это все чешешь, про инспекционную комиссию, про всякую вот эту хуйню. Ну, я говорю, тупая, глупая и смешная одновременно. Спасибо тебе, добрая женщина, блядь. Это у нас как-то... У нас после тебя сразу... Слышишь, у нас после тебя антракт будет сразу. У нас же выступление, это, коломация. Которая будет в одностороннем порядке, если могла бы вас только увеличить. Ну, конечно. Ну, а что ты тогда жопу рвешь-то, так если все, блядь... Все, как говорится, все карты у тебя в руках или там у кого-то. А знаешь, почему ты жопу рвешь? Потому что ты знаешь, что с таких, как я, терчу кто взыщет, блядь. Просто ты до такой степени тупая, что умудрилась сама себя наебать в этом смысле. И веришь в это. Ну, иногда у тебя, блядь, здравая мысль проскакивает. Ну, не может же быть столько раз меня нахер за мою рабочую каждую смену посылают. Ну, что же, они потом, блядь, раз за разом посылают. Сколько раз я тебя уже посылал, а не только я. И что ты думаешь, все эти люди просто так делают? Ты умная, блядь, а вокруг насрана, блядь. У меня нет никакого отношения. Угу. Ну, конечно. Еще бы было бы тебя получше слышно. Тебе бы вообще цены не было. Прям золотой коллектор, представитель Коломаса. Ну, что-то у тебя со связью там хреново. Что, серьезно, блядь? Может, ты вот хотя бы это делать не будешь, блядь? Хорошо, да, да. А ты иди займись поиском, блядь. Мозгов, блядь. Может, кто уронил там какой, блядь. Воробей, блядь, там, блядь. Клевал там какие-то зерна, да, блядь. Выскочило у него там. А не дадите ли ты у вас в сторонах организации? Да. Это вы говорите в параллель, без информации. В параллель, в параллель, блядь, говорим. В параллель, блядь. И да, да. Разберите все финансовые. Ну, конечно, блядь. Я думаю, как жить дальше? Тут хуяк, вот этот вот радиомаяк мне позвонил и говорит, блядь. Вот так надо делать, блядь. Я думаю, ёпт вам, как жил-то без этих советов, блядь. А чё там? Чё там? Целная группа, односторонний порядок и в любом случае, да? Вот это вся история. Ну, страшно жуть. Ну, конечно, верну. Конечно, верну, блядь. Вот знаешь, вот то, что ни в коем случае ты уже, блядь, никогда не станешь полноценным членом социальной группы, называющей здравомыслящей люди, блядь. Конечно, это возможно. Возможно, возможно. Мозги бы тебе кто-нибудь подкинул, если это возможно, блядь. Да нет. Уведомляю вас, что на шоке-говор записывается. Анна Павловна, это вы, всё верно? Кто-то коты. Это компания ID Collect. Кондрашина, кот Анна Викторовна. Я электронный специалист. Уведомляю вас по запись разговора. Пожалуйста, ответьте однозначно, Анна Павловна, это вы. Кондрашина, кот Анна Викторовна. Ну, блядь, кот должен быть, сука, цифровой, как у скотины, блядь, бездушной. А ты что себе придумала на Викторовна комплекс? Уважаемый клиент. Компания ООО МКК. Кондрашкина давно не было слышно. Три, шесть, один. Добрый день. Вы Мария Александровна? Кто такая вы? Это компания Кредита24. Меня зовут страшный колес. Юрий, у вас закона Мария Александровна? Ты, и чё? Какая вам разница? Наши личные взаимоотношения. Я вас знать не знаю, чтобы вам отчитываться. Я вам представилась, согласно ли? Ну, представилась, ну и что, что представилась? Для вас закон писан. Вот вы звоните, обязаны представиться. Конечно, но меня ни к чему не обязывает этот закон. Будет возможность передать информацию для Марии Александровны? Я с ней постоянно общаюсь, но это не значит, что я буду вашу работу делать. Не хочет она с вами общаться, не берёт тропку. Захочет, возьмёт или сама позвонит. Если у вас будет возможность передать информацию для Марии Александровны? Нет, хотя бы слово «пожалуйста» бы, хоть его применяли. Херасиби, всё за требовательные интонации. Будет возможность. Ещё раз повторю, мне эта возможность есть регулярно, я с ней общаюсь. Информацию, ту, которую хочу, передаю. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Кто это? Людар Алексеевич. Я спросил, я знаю, кто я такой, вы кто такая? Олесенко Светлана Петровна ведёт записи разговора. Компания ОПФ, ООКФ. А, коллекторы, да. Тут всё понятно, всё понятно, можете не это самое, не объяснять. Почему вы так всё ведёте? Ну, вы же коллектор, коллекторская организация, всё понятно. Мозговка куноваги, блядь, у всех у вас. У всех на всех, да. Вы что, вы что, что вы говорите, да, вы что. Ну, да. То, что слышите. И так. А что я слышу? Да, вообще. Непонятную речь. Непонятную. Ну, блядь, надо было в школе учиться, чтобы русскую речь понимать. Что случилось? У кого? Зачистили сразу так. У кого? Вы нервничаете? Конечно, страшно ж, пиздец. Блядь, позвонила тут с коллекторского агентства. А чего вы так боитесь? Не представляешь, видела бы ты меня. Я вот сейчас на боку лежу и нервничаю, лежу, блядь. Не нервничай-ка, хочу ты нервничаешь! На правду. Ну, так я у вас спрашиваю, а чего вы нервничаете? Ну, блядь, страшно, потому что их вы... Да, пиздец, звонят постоянно. Как не позвонят коллекторы, так я на бок сразу и нервничать. Прям лежа начинаю. Конечно, есть, блядь. Никак привыкнуть не могу. Не могу никак привыкнуть, все время страшно, блядь. Ну, это уже сугубо ваше личное. Ну, конечно, не знаю, ничего с тобой поделать не могу. Боюсь, пиздец. Коллекторов, блядь. Мне вас искренне жаль, вот честно. Искренне мне вас жаль. Ну, да, спасибо. Не помогать, все равно боюсь, блядь. Может, пожестче еще ночь? Алло. Угу. Здравствуйте, оставайтесь на линии. Для вас имеется важное сообщение. Он спрашивает. Привет. Сергей Николаевич? Кто ты такая? Компания ПКО МБА Финансов. Специалист Юлия. Да. Компания МБА Финансов. Остается, блядь. А, блин, что? Дед Пехто, блядь. Сергей Николаевич? Дед Пехто, блядь. Что, блядь, ты боял? Ну, ты выключай, ебанут. Или не получается у тебя, да? Как не пробуешь. Что еще раз? Вы хоть, понятно, умеете разговаривать? Я говорю, ебанушку выключай, блядь. Если получится. Нет, это хорошо. Откадутно. Естественно, поздравляю тебя, блядь. Хотел бы я тебя по горбу похлопать. Видимо, наверное, нужно выключить. Выучитесь разговаривать, вынятно. Ну, давай. Давай, в следующий раз перезвонишь. Я попробую уже научиться. А, я перезвоню. Да, нет. Я делаю заявку на выставку. Вот, заебись. Вот тогда и получат деньги. Конечно, по оптическому проживанию, по месту регистрации. Все поедутся, набирается смелость и может своих радость. Время, 15 минут, время пошло. Откуда пошло? Вместе с тобой на. Сидят у них там эти группы на низком старте. Алло. Алло. Светлана Павловна, здравствуйте. Опять еще, Светлана Павловна, здравствуйте. Светлана Михайловна, мне я звоню. Простите, пожалуйста. А, не могу ее услышать. А вы кто? Участковый терапевт? Я звоню из компании «Займега». А, я думал, участковый терапевт. Вы сказали, пожалуйста, вы меня ответили. Я думал, что вы участковый терапевт. Какой у вас выставка, Светлана Павловна? Я не знаю, как это все от вас зависит, от ваших физиологических способностей. Вы пригласите к телефону, Светлана Михайловна, можете? Чисто физиологически в моем смысле, да, в отношении меня, да, легко и просто кого угодно. Могу пригласить к телефону. Другое дело, надо ли мне это, захочу я это делать или нет. Но я звоню на ее личный номер телефона. Откуда? Откуда такая уверенность умопомрачительная, безапелляционная? Этот номер телефона оставила свой телефон как листик. Эх, пиздец, это что? Она оставила, это что листик? Нет, не могу, не могу, но вы не можете. Не хочу, могу, неправильно понимаете. Вам всего доброго, до свидания. Все, ничего не понимаете, получается. Алло. Здравствуйте, МТС-банк. Меня зовут Галдышан Михайловна, Иван Иванович Италий. Это я, да, Анна Михайловна. У вас иметь просрочные задолженности МТС-деньги игрой. Когда подошли затошность? Наверное, никогда уж не погашу. Почему? А зачем? Подали на банкротство, что произошло? Ну, это же не все ли ровно? Обычный оператор колл-центра. То, что будете знать, что в моей жизни происходит, вот в Паше ничего не изменится. Просто будете с утра до вечера до дня. Если вы будете говорить фразу в общем, говорите в общем и целом, пожалуйста. Это правильно, это по-русски. Это предостережение на будущее. В общем и целом. Оплачивать вы не будете. А я же сказал, да. Зачем? Ладно. Все понятно. Я отмечу, что вы не будете оплачивать. Да, вот это, да. Вот это прям логику вы умеете выщемлять. А почему вы не будете оплачивать? Что у вас произошло? Амнезия такая вот прям категорическая. Я же вот минуту 13 секунд общаемся и на эти вопросы уже тоже отвечал. С кем-то уже разговаривали? Я говорю, вас что, блядь, пиздец, по какому-то фильтру отбирают туда, вот в эти колл-центры, блядь, попрошаек. Что, блядь, вам, наверное, 2 плюс 2, если вы говорите, блядь, 11, то вас берут, да? Сразу пойдет. Ну что, друзья, вот такие коротыши на сегодня. Сколько смогли, столько и выжили. Скажу честно, блин, полтора часа просидел, что-то процесс деколлекторизации, как говорится, обороты набирает. И бывают такие периоды, когда совсем не звонят, совсем не звонят нашим клиентам по новому номеру. У нас есть номер для всех остальных, да, в описании ролика. То есть, если вы, раньше было как, если вы только клиентом являетесь, можете настраивать переадресацию. Сейчас мы добавили еще один номер. Пожалуйста, вот, смотрите, попробуем. Точнее, звонки идут, но одни роботы, автоинформаторы. Для зачисления нужно указать реквизиты. Вот, это там вот это вот все предлагают. Здравствуйте, вас приветствует сервис онлайн займов Екапуста. У этой чепухи полно. Это вот просто они сыпятся, сыпятся. Я уж сейчас вот с вами разговариваю, и вот они сыпятся, эти роботы. Такого дофига. В общем, короче говоря, номер телефона, да, вернусь к этому известным, кто не в курсе, да, в описании ролика. Даже если вы клиентом не являетесь, можете переадресацию настроить. Мы будем общаться за вас, с ними, если вам это надо. Ну и, соответственно, для клиентов, к тому же отдельно, при заключении договора. Мы в этом году побили свой рекорд, если вот забегать назад немножечко. Месяц май, последний день весны, тоже показал прирост. Вот где-то процентов на почти 10, вот так назовем ситуацию, да, почти 10. Если хотите, 40 тысяч не хватило, чтобы мы зафиксировали 11 миллионов выручки. Вот на такую сумму мы в среднем в месяц оказываем услуги. Я никогда не скрываю, может любой из вас посмотреть. Кстати говоря, это офигенный способ проверять компании, работают они, есть ли смысл к ним обращаться. Это вот в общих доступных источниках, забиваете название организации, вам выдает. Вот мы ничего не скрываем, у нас четко понятная выручка. За прошлый год нам больше 120 миллионов мы услуг оказали на такую сумму. И вот в этом году, я думаю, будет больше, наверное, за 150 завалимся. Ну, не завалимся, так не завалимся, и так много. Вот когда вы выбираете, в какую организацию обратиться, в том числе за банкротством, смотрите, чтобы эта живая, работающая организация была, отчитывающаяся, платящая налоги, не скрывающая все свои движения финансовые. Вот мы не только поддерживаем публичный характер, вот ведя канал, так мы нигде не скрываем всех наших заслуг и достижений. Если есть какие-то недовольные, ну, почему бы и нет, это лишь только говорит о том, что мы работаем. И работаем над ошибками, которые тоже бывают иной раз. И даже возвращаем деньги людям, если объективно человек по какой-то причине запрашивает. Не из капризов там каких-то, знаете, бывает редко, но бывает, что вот верните мне деньги, мне не понравилось, как вы работаете, или еще самое смешное. Я и сам, как я понял, я и сам бы мог все это делать. Я говорю, ну, продолжайте. Ну, точнее, наши менеджеры говорят. А вы верните мне за полгода, я вам платил. Так стоп, а мы что, мы же работали. Сейчас, конечно, наши злопыхатели. Чего вы там работаете? Вы только по телефону трындите. Еще раз повторяю, годовая выручка. Более 120 миллионов. Если бы мы обманывали людей на такие суммы, то сейчас бы я не сидел с вами и не разговаривал. Не объявлял бы совершенно спокойно, что офис компании Алиам Групп, как полное название звучит, это если вы хотите выручку посмотреть, не Алиам надо написать, а Алиам Групп. Пересчерпочку. Звумя П в конце слова. Находится на шпалерной 34А, офис 11. Мы занимаем практически весь второй этаж в старом, очень красивом здании, прямо вот в центре, в историческом центре города. Любой из вас, находясь в Петербурге, может записаться через форму. Да, заявки на бесплатную консультацию, на очную встречу с юристом, прийти и убедиться, что компания Алиам работает. В компании Алиам большой штат специалистов, юристов, менеджеров. Если бы мы, выражаясь на языке сленга, вату катали, вкручивали бы там в ухо людям, которые простодушные, 100% мы бы так вот открыто не работали. Есть вопросы, есть над чем работать, но 98% случаев наши клиенты довольны нашей работой, получают статус банкрот, получают разовые услуги, получают бесплатные консультации, которые и вы можете получить, оставив заявку на эту самую бесплатную консультацию. На сегодня все. Если кому-то не понравилось, ну, типа, хамство или какой-то грубый тон с моей стороны, я много раз говорю, для новеньких повторяю, ничего личного. Я борюсь с явлением, не больше и не меньше. Да, борюсь. А лично каждому из них никакой неприязни, антипатии не имею. Мне плевать, что там из них выросло, и как они дальше жить собираются. Сообразят благодаря вот этой горсточке таблеток, как я метафорично называю свои вот эти вот посылы их во все направления. Потом еще спасибо скажут. Если не подействуют, ну, будут всю свою жизнь прозябать в статусе попрошайки. Ну, столько, во всяком случае, времени, сколько это все будет существовать. Не знаю, сколько. Ладно, нам же с вами интереснее и веселее. А, кстати, отдельная благодарность попрошайкам. Вот те регалии, которые я сейчас озвучивал, про которые рассказывал, те выручки, достижения, которые компания «Алиамгрупп» во главе с Кузнецовым достигла. Достижения достигла. Ламбур филологически, ладно. Так или иначе, спасибо вам, Коломаса. Это вы основные претенденты на благодарность. Без вас ничего бы не было. Не было бы этого канала, не было бы потока клиентов, 80% клиентов приходят вот с наших ресурсов с YouTube, с VK, с TikTok, с Telegi, с Instagram. Вот так. Вот именно так, и не как иначе. Сейчас мы еще Бусти открыли, но там интим, там секс, как я сказал. Там очень близко от души и по-настоящему. Ссылка на все перечисленные мной сейчас ресурсы в описании этого и любого другого ролика. Буду рад видеть вас в качестве подписчиков, если вы еще таковыми не являетесь. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok